В последние годы с Рабашем мы ездили в Тверь. Примерно раз в неделю, иногда раз в две недели, когда посередине были какие-то мероприятия. Мы иногда неделю ездили, неделю не ездили так. И дома у него тоже. Я видел, как он встает утром. Встает, просто человек уже пожилой, 80 с лишним лет, и встает, совершает умовение рук. Одевается и ничего не читает. А садится, подумать, проверить себя. Можно так назвать. С чашкой кофе. Сидит, пьет кофе так и думает. Проверяет свои мысли. Без книг, без чего-то письменного, без музыки, без ничего. Где я? Как правило, после этого он выходил. Речь идет о двух часах ночи. Выходил погулять на полчаса. Долгая прогулка. Ночью полчаса гулять. Ходил по улице. Думал. Ни с кем не разговаривал. Так, не спортивной походкой, а так. В смысле? Возвращался. Возвращался. Снова пил чашку кофе и начинал учиться. Человек должен делить свое время на такие минуты, на такие отрезки во времени, чтобы у него была возможность быть самим собой. Сам собой имеется в виду без книг, без каких-либо внешних помех, а так, как я и есть. И стараться не думать согласно написанному, согласно услышанному, согласно тому, что он помнит. Это просто обязательно. Стоит с этого начинать день. Пять минут, десять минут. Но это... Но это... Дает... Как-то человек зануляет, обнуляет себя. И с этого начинает. Наш сегодняшний урок сейчас очень важный. Я думаю, что эта тема, на самом деле, первая по важности, как средство раскрытия высшей силы. Есть три раздела. Преимущество света по отношению к тьме, от я к мы и от мы к Творцу. И молитва. Просьба о свете, возвращающем к источнику. Все эти темы очень-очень важные, актуальные. И это, по сути дела, то, что мы ожидаем, что приведет нас к такому желательному состоянию. Мы находимся с вами в одном мире, в одной реальности. Ничего не изменилось и не изменится, кроме ощущения человека, кроме восприятия человека. И согласно изменению нашего восприятия, так мы чувствуем другой мир. И наука тоже продвигается к этому и говорит, что все зависит от наблюдателя. Что даже, когда мы наблюдаем Вселенную, какое-то явление, от того, что мы наблюдаем, мы изменяем это явление. Мы вносим в него изменения. Так физики сейчас раскрывают не сейчас, это уже почти сто лет назад, во времена Эйнштейна. Но современная физика, которая уже не совсем современная, уже почти ей сто лет, она начала раскрывать, что все относительно, что нет ничего, чтобы так существовало, как мы это видим, и все. А все, что существует, существует только лишь по отношению к тому, кто ощущает, кто видит. Мы говорим, мы видим, потому что как бы зрение – это наш главный орган ощущения. Поэтому все больше и больше мы приближаемся к состоянию, когда мы раскроем, что реальности нет. Реальности нет. Это все, что происходит внутри человека. Как мы изучаем с вами, что… Что нет вне нас ничего, только внутри нас. Это все что-то выстраивается, что-то… Что-то вырисовывается. Тема, которую мы сегодня изучаем в точности говорит… Что это за шум там? Выключи его. Вы… Я не понимаю вас. Если это мешает, если это производит шум, то почему вы это дело не убираете? Вчера было, сегодня тоже. Есть десять центров шума. Что происходит? Почему вы не чувствуете это? Все. Конечно. Сейчас. Я не могу сказать. Спасибо. Давайте будем стараться. Конечно. Мы можем… Реальность, как она на самом деле должна быть, чтобы она, когда она раскроется нам, раскроется в нас Пожалуйста Первая тема, преимущество святой тьмы, статья Ахур в Академ Цартане Спереди и сзади объемлюсь меня Сзади и спереди ты объемлюсь меня, то есть в раскрытии и в сокрытии Творца Ведь и вправду Царство Его над всем главствует И все возвратится к своему корню Можно не двигать стулья, только думать, тела не существует Послушайте, это нехорошо, это свидетельствует о внутреннем напряжении, есть оно или нет Готовность слышать, есть или нет Что сейчас важно, задница или голова? Концентрируйтесь целиком и слушайте, только слух, больше нет ничего Пожалуйста, еще раз Ахур в Академ Цартане Спереди и сзади объемлюсь меня Спереди и сзади объемлюсь меня, то есть и в раскрытии и в сокрытии Творца Ведь и вправду Царство Его над всем властвует И все возвратится к своему корню Ибо нет места свободного от него Разница же в том В настоящем или будущем Поскольку достаивающийся соединить оба мира Раскрывает в настоящем его одеяние Так как все происходящее Это одеяние раскрытия Шхины И это настоящее То есть И теперь Он Выходит в царских одеяниях Также в одеянии Малхут И явно показывает у всех на виду Что всадник не предаток коня Ни в коем случае И хотя с виду и кажется, что конь ведет всадника Но по правде Конь не пробуждается Никакому движению Самостоятельно Иначе как ощущая Вожжи и узду Своего всадника Это называется построением Уровня Шхины И зовется стадией лицом к лицу По ним или по ним Однако пока человек не удостоился Посвятить все свои движения Одному лишь Творцу То есть конь не уподобляется Своими движениями вожжей и узде Своего всадника А будто бы наоборот И ставит служанку править своей госпожой Это называется оборотной стороной То есть не воображай Что называется Что отдаляешься от святости Не дай Бог Ибо не будет отторгнут от него Отверженный А все колесо катится Чтобы Все колесо Катится Чтобы прийти к святости К своему корню Раз так То хотя и видится Что конь якобы ведет всадника По своему презренному желанию Истина же в том Что всадник ведет коня По своему желанию Однако Это не раскрывается Сейчас В настоящем А лишь в будущем И пойми это Таким образом И на этой стадии Есть связь Но Спиной к спине Ахорби охор То есть Непожелание облачающегося И непожелание облачающего И пойми это А выполняющие его желания То есть Те кто сами раскрывают Царство Мальхуд В настоящем Связаны лицом к лицу По доброй воле облачающегося И по доброй воле облачающего И пойми это Ибо это стадия Его желания Все развитие человека В этом мире Для того чтобы привести Его Приводить его все время С помощью тех Событий Которые он ощущает Что Проходят По нему К тому Чтобы он Вознуждался Раскрыть Кто приводит его В действие И чтобы это Привлекло его Поскольку наша Материя Желание получать Противоположно Творцу Чтобы мы Существовали Сами по себе Получается Что чтобы Продвинуть нас Чтобы мы Развили Разум И чувства Возможно только Через страдания Только через Всякие события Которые Раскрывают в нас Новые пустые Пространства Хотя мы Не чувствуем Себя Хорошо Когда раскрываются Эти пустые Пространства В чувстве В разуме Мы чувствуем Наоборот Хорошо Когда все Наполнено Но наполнение Закрывает Развитие Ощущение Пустого Пространства Вакуума Наоборот Подталкивает Нас Искать Как раскрыть Как наполнить Его И поэтому Любое Пустое Пространство Которое Раскрывается То есть Пустое Желание Развивает Человека И Так Человек Приходит К пониманию Как Познать Того Кто Управляет Им Мы Проходим В этом Процессе Тысячи лет Развития И нам Кажется Что это Просто так Потому что Мы не Понимаем В какой Огромной Бесконечной Реальности Мы находимся И что Нам нужно Обрести Из всех Процессов Которые Мы проходим Именно В наше Время Сейчас Когда Раскрывается Кризис Он еще Раскроется Во всем Человечестве И Во всем Чем Люди Занимаются Во всех Видах Во всех Отраслях Во всем Что Существует Это Все Раскрытие Пустых Пространств Пустот Что Нам Нечего Делать Если Мы Не Раскроем Причину И Так Мы Растем Поэтому Всегда Преимущество Света Может Ощущаться Только Из Тьмы Так Мы Построены Из Желания Получать Мы Не Можем Оценить Свет Иначе Как Исходя Из Тьмы Поэтому Чем Больше Мы Раскрываем Ахураем Заднюю Часть Мы Всегда Можем При этом Раскрыть Также И По ним Лицевую Часть Были Периоды Когда Так Не Было Потому Что Мы Развивались В Них По Уровням Неживого Растительного Животного И Мы Не Должны Были Раскрывать Ничего Только Страдать Для Развития Не Осознанно В Нашем Развитии Сегодня Мы Дошли До Уровня Говорящей И Разница Во Всех Этих Пустотах Которые Раскрываются Во Всех Страданиях Во Всех Проблемах В Вопросах Все Это Как Уже Некая Некий Призыв Приглашение С помощью Которого Мы Действительно Можем Раскрыть Действующую Силу Которая Действует В Нас Приводя Нас В Действие Только Ради Этого Она Это Делает Потому Что Мы Дошли До Уровня Развития Который Называется Говорящий И Поэтому Чем Больше Мы Будем Представлять Себе Состояние Когда Мы Как Конь И На Нас Сидит Всадник Который Своими Силами Двумя Вожжами И Уздой Все Время Заботится О том Чтобы Пробуждать Нас От Уровня Неживой Растительной Животной От Уровня Животного До Уровня Человека Если Мы Немножко Больше Будем Это Осознавать Немножко Больше Будем Чувствительны К этому А Наша Природа Всегда Тянет Нас Вниз Оставаться На Уровне Животного Если Мы Будем Пробуждать Судок Друга С помощью Того Что Может Быть В Группе Зависть Страсть Тщеславия Что Мы Раскроем В этом Важность Если Не Для Самих Себя То Хотя Б Для Товарищей С помощью Того Особого Свойства Которое Есть В Окружении Чтоб Мы Смогли Пробуждать Товарищи Тогда У всех Будет Возможность Раскрыть Всадника Который Восседает На нас То есть Силу Управления Ее План Программу Направления И так Мы сможем Действительно Уже Начать Идти Вперед Вместе С Ним Теми Же Шагами Как Мы Так И он Чтобы Мы Слушались Того Ритма Как Он Желает Мы Это Исполняем Даже Более Того Даже Как Мы Учим В нашем Мире Если Есть Слияние Между Собакой Или Конем Допустим С Хозяином Они Понимают Человек Еще До Того Как Он Отдал Приказ Они Уже Чувствуют Хозяина Мы Должны Дойти До Состояния Как Царь Давид Сказал Я Пробуждаю Рассвет Рассвет Пробуждает Меня Мне Не Нужно Чтобы Был Какой-то Приказ Свыше Пробуждение Свыше Я Настолько Чувствую Творца Что Я Иду Перед Ним Я Осознаю Эту Программу Я Знаю Что Она Только Хороша Для Меня Я Раскрываю Ее Еще До Творце Красkr Творце Когда человек уже входит в седьмое, восьмое, восьмое, девятое, десятое тысячелетия и так далее, и так далее. Пожалуйста. Следующий отрывок. Невозможно удостоиться раскрытия лика Творца, прежде чем человек получает обратную сторону. Невозможно удостоиться раскрытия лика Творца, прежде чем человек получает Ахураем, обратную сторону. Что это означает? Мы продвигаемся только из недостатка Хессарона. Если бы не было раскрытия Хессарона, человек оставался бы в том же состоянии, как он есть. А Хессарон должен раскрыться и только из желания получать, когда он ощущает Хессарон, потому что материя – это желание получать. Хессарон, который скрывается внутри желания получать, желание получать ощущает тогда недостаток и производит разные движения для того, чтобы восполнить этот недостаток. Простые биологические, зоологические, физические, химические вещи. Кто этих вещей не знает? Все знают и понимают. Все законы, которые мы изучаем в природе, они, в общем, вытекают из этого единого закона. Раскрытие недостатка и восполнение недостатка. Нет ничего другого. Плюс-минус в разных направлениях. Соединение и разложение веществ. Ураганы, взрывы. Все законы поведения материи. Силы, волны, частицы. Неважно. Все вытекает только из одного закона. Раскрывается недостаток и раскрывается восполнение недостатка. Вот так, как плюс и минус, противоположные силы, работающие друг с другом. Это вытекает из того, что есть только творец и творение. Недостаток хессарон в нашем развитии на уровнях неживом растительном животном, по которому мы развивались в течение тысяч лет. Раскрывается в нас в обязательном виде. Как природа, творец, численное значение природы, сила, которая называется луким, творец, который развивает нас, который все время давит на нас, раскрывая все новые и новые недостатки, потребности. Мы учим с вами из науки Каббала, что это раскрывается из предыдущей подготовки. Что было разбиение килим, раскрытие разбитых ришемот. Это раскрывает хессарон, в том, в ком это раскрывается. Но у нас раскрывается хессарон в неживом растительном животном и в человеке тоже. В течение тысяч лет мы развивались из того, что и в людях тоже вырастал хессарон на уровне неживого растительного и животного. И этот хессарон, недостаток, раскрывался на каждом этапе в обязательном виде. Мы не искали, как нам делать революции, различные изменения, открытия. А мы получали побуждение изнутри. Мы хотим открыть Америку, хотим раскрыть еще что-то, сделать так, сделать иначе. И все, каждый в отдельности, все вместе по отношению друг к другу. Пока мы не дошли до нашего развития, на уровне говорящей, в говорящем, последний уровень развития. И здесь мы это чувствуем по себе. И чувствуем в нашем поколении тоже поколение вошло в отчаяние. Никогда не было такого отчаяния. Никогда. Всегда люди хотели больше, были заинтересованы, были рады достижения какого-то хлеба, еще чего-то немножко больше у них было. Надежда. Все они боролись за жизнь. Организовать для детей, для следующего поколения. Так было. Почему это вдруг, что это за болезнь вдруг, такая депрессия, пустота. Такого не было. Откуда это вдруг раскрылось? Это раскрывается из того, что люди, которые доходят до этого последнего уровня развития, говорящие в говорящем, они должны сами развить хиссарону. Не то, что свыше пробуждают их, а сами они должны пробуждать себя и искать, как им достичь нового хиссарона по отношению к новой цели, чтобы это заставило их объединиться. Потому что на самом деле новый хиссарон не может вырасти в одном человеке, не может раскрыться в одном человеке. Он может быть только как следствие объединения или недостаточного объединения между ними. Если человек пробуждает этот хиссарон, это называется потребность в духовном, в божественном. Но что значит потребность в божественном? Творец – это сила, которая всех приводит в действие, одна на всех. И поэтому я не могу раскрыть ее самостоятельно. Вы можете читать у всех каббалистов, о чем они говорят. Почему мы должны раскрыть эту силу из любви? Значит, любовь – это признак объединения. Поэтому мы находимся в отчаянии, в отсутствии сил, хотя у животного у нашего есть все, нет недостатка. Сегодня я живу гораздо больше, чем жил богатый человек 200-300 лет назад, что у него не было хлеба. У человека, что нет хлеба, у каждого есть, каждый может достать себе одежду. Тоже. Голый никто не ходит. Несколько сот лет назад, средние века, люди жили действительно как животное. Что я хочу сказать? Животное получило или может получить все, что ему нужно. Проблема не в нем. Проблема в уровне человека. Что нам нужно начинать искать его, этого человека, который должен вырасти. и нам поэтому надо изобрести для себя, придумать хессарон, потребность, то, что происходит свыше. Если мы не придумываем, не выводим правильного хессарона, мы начинаем получать с уровня неживого растительного животного самые разные пустоты, раскрытие пустоты, раскрытие проблем, как кризис, допустим, кризис в семье, в воспитании, экономический, политический, разные другие вещи. Почему? Чтобы мы искали правильный хессарон. Тот правильный хессарон, мы должны найти его, мы должны придумать его. это не придет к нам с неба. От природы только три способа приведения в действие есть, которые работают над человеком. Это с уровня неживого растительного животного. Уровень человека человек строит якобы сам. Он должен сам захотеть, искать, и это приходит только лишь от правильной организации окружения. человеку не поможет ничего. Творец Элуким, природа, будет делать разного рода, будет раскрывать разные пустоты на уровне неживого растительного животного, как пишет Баля Салам, до Третьей атомной войны мировой. чтобы это заставило нас искать правильный хиссарон. Килим для объединения. Почему для объединения? Потому что Творец Элуким раскрывается в этом, что он один, и без того, чтобы найти этот кли, мы не сможем вообще приблизиться к нему. Килим для этого мы должны найти хиссароны для этого потребности. И поэтому нас приводят в группу, и поэтому с нами говорят так, что человек да поможет другу, зависть, страсть, тщеславие, власть, властолюбие, все эти вещи, все средства, которые у нас есть, свойства, которые есть на уровне неживого растительного животного в нас, в людях в этом мире. Они должны здесь помочь нам искать новый хиссарон. А Творец всегда, если мы не находим хиссарон, будет раскрывать нам хиссарон в виде темноты. Поэтому, что написано, невозможно удостоиться раскрытия Лика Творца, прежде чем человек получает Ахураем, обратную сторону. это всегда тьма, но эта тьма, если я вывожу ее, если я приближаюсь к нему, если я раскрываю эту тьму, это тьма, на фоне которой раскрывается свет. То есть, мне она нужна, я чувствую, что это основа для раскрытия, которая сейчас наступит. я не расстаюсь с этой тьмой, не отделяю себя от нее, я вижу в ней тоже часть раскрытия, потому что невозможно, в свете невозможно увидеть ничего, и в тьме одно или что невозможно, только в отношении между ними, когда я привношу хиссарону, согласно правильному хиссарону, раскрывается твориться. И тогда мы видим, что все мироздание это только лишь он, и нет ничего, кроме него. Что кроме него это только желание получать, тьма, разные формы, которые мы придумываем, находим. Это для того, чтобы высший свет это то, что он нам рисует на фоне желания получать. Почему же нельзя было до этого? Потому что мы не знали, как рисовать. Это то, что должно происходить. Свет совершенен. Хиссарон весь во тьме. То, что мы делаем в нашем поиске света Хиссарона, это то, что мы рисуем. и так таким образом мы способны достичь Творца. То есть без наших усилий со своей стороны мы не можем изобрести Кли для его ощущения, чтобы почувствовать его, понять его, нарисовать его в себе. и это все только лишь с помощью усилий, потому что свет один и Кли одно или сделать какую-то связь между ними. Если посередине не будет человека, который захочется сочетать, разделять их, сравнивать, сравнивать их, не будет этого рисунка, я не смогу раскрыть Творца, не будет образа. Поэтому без усилий у нас не получится ничего. Мы останемся без ощущения. Невозможно удостоиться раскрытию Лика Творца, прежде чем человек получает Ахураем в обратную сторону. И это свойство скрытия Лика. И говорит он, что ему это также важно, как раскрытие Лика. То есть, что он будет находиться в радости, как будто он уже удостоился раскрытия Лика. Но удержаться в таком состоянии невозможно, чтобы скрытие для него было как раскрытие, иначе как когда человек работает в свойстве отдачи. Тогда человек может сказать «Какая у меня разница, что я ощущаю во время работы?» потому что главное для меня это что я хочу отдавать Творцу. А если Творец понимает, что у него будет больше наслаждения, если он будет работать в виде Ахураем, обратной стороны, то я согласен. Тогда как если у него есть все еще искры получения, и он приходит к сомнениям, ему тяжело тогда верить, что Творец управляет миром как добрый творящий добро, и это называется буква Юд имени Авая, и это первая буква, которая называется черная точка, в которой нет ничего белого. То есть она целиком вся тьма и скрытие лика. то есть когда человек приходит к состоянию, когда у него нет никакой опоры, тогда его состояние становится черным, и это самое нижнее свойство в высшем мире, и отсюда возникает свойство кетера для нижнего. Кли кетера это кле отдача, потому что нижнее свойство в высшем это малхут, у которой нет для самой себя ничего, и только в таком виде это называется малхут. То есть что если человек принимает на себя высшую малхут в свойстве, что нет в ней ничего в радости, отсюда потом возникает свойство кетер, которое является кле отдачей самым чистым кле, то есть что то, что он принял на себя свойство малхут в виде черном шахарит, потом это становится кле кетера, кле отдача. Невозможно нарисовать форму творца кроме как из кли малхут выводя формы кетер. так получается иначе у нас не будет обоюдного между ними. Поэтому если человек принимает все, что находится в малхут, то, что как то, что обязательно исходит из кетера, то, что исходит от творца, изменяет только лишь свою реакцию, исходя из того, что все это идет от творца, он уже становится слитым с высшим и может правильно себе его представлять. То есть, насколько это может быть и не звучит, реалистично реальным. Все зависит от того, как от человека, как он реагирует на то, что рука творца находится там внутри, определяет и проделывает все, а он хочет лишь быть слитым со всем тем, что происходит с ним. Воспринимая, что именно в такой форме он раскрывает творца. И насколько его эгоистическому желанию может быть неприятно все, что происходит с ним, это лишь свидетельствует о том, насколько он обязан и способен и обязан быть слитым с ним, с тем, кого нет никого, кроме него. Поэтому что он говорит? Невозможно удостоиться раскрытия лика творца, прежде чем человек получает обратную сторону. то есть слит ли ты с обратной стороной, тогда раскрываешь лик, лицевую часть, потому что задняя часть это тот же самый лик, только ты в своем ощущении ощущаешься как заднюю часть, но задней части нету творца. Мы это часто много изучали. Да, продолжим. Пожалуйста. Силы разделения превращаются в силы объединения. Все множество противоречий против его единства, все множество противоречий против его единства, вкус которых мы ощущаем в этом мире, несмотря на то, что они отделяют нас от творца, когда мы прилагаем усилия для исполнения торы и заповедей с любовью, всей душой и всей нашей сутью, как заповедано нам, чтобы доставить наслаждение нашему Создателю, все эти силы разобщения не действуют на нас отнимая что-то от любви к Творцу во всей нашей душе и сути, и тогда каждое противоречие, которое мы преодолеваем, становится вратами для достижения его мудрости, ибо в каждом противоречии есть особое свойство, позволяющее раскрыть особую ступень его постижения, и те, кто удостоился этого, обращают тьму в свет, горькое в сладкое. Таким образом, что именно в той мере, в которой до этого у них проявлялись все пути управления в виде силы разобщения, сейчас они объединились все в силу объединения, и получается, что они склоняют весь мир на чашу заслуг. Но прежде чем мы удостаиваемся преобразовать содержащиеся в нас желание получать с помощью Тора и заповеди на получение радиоотдачи, есть крепкие замки, запирающие эти ворота Творца, и тогда есть у них противоположная функция отдалить нас от Творца, и поэтому они называются силами разделения с замками, потому что они запирают ворота сближения, и отдаляют нас от Творца. Но если мы преодолеваем их, так, чтобы они не действовали на нас, охлаждая нашу любовь в нашем сердце, тогда обращаются эти замки и становятся входами на ступени постижения Творца. То есть сама реальность не меняется, а только лишь посредством человека, который изменяет свое мировосприятие. Наблюдающий, который наблюдает, или же картина мира, которая вырисовывается на задней части нашего разума. Все зависит от того, как мы воспринимаем наши реальности. Сейчас тоже мы находимся в мире бесконечности, то, что он вырисовывается в наших органах чувств таким образом, каковы мы его видим сейчас, это зависит только от уровня наших ощущений, на каком уровне мы можем ощутить мир бесконечности. Поэтому эти разделяющие силы, которые сейчас ощутимы в нас, они как раз ощущаемые как силы разделяющие и определяющие для нас какие-то границы, ограничения. Мы за счет этого начинаем чувствовать, что обязаны подняться над этими рамками, границами над этой узкой картиной, ограниченной картиной мира и привести себя к настоящему состоянию. Если бы мы не чувствовали всех этих бед, несчастья, как и сейчас мы начинаем раскрывать одну и ту же общую проблему в этом общем кризисе, который только начинается. Нам еще придется раскрыть внутри этого общего кризиса, я не знаю даже, как вам сказать, во всех видах. Все, что бы человек не делал, он будет раскрывать, что у него вроде есть все, но не получается ничего. почему? Потому что эти разразняющие силы действуют на него. И он раскроет, что просто я не способен. Я должен дать ему ложку с едой, а он меня должен кормить своей ложкой. И поэтому мы не можем это сделать друг ради друга. Поэтому умираем с голодом. Вот буквально вот так раскрыть явно, что разделение между нами приводит ко всему злу. Хотя вроде есть все абсолютное благо, но ничего не получается. И пока человечество раскроет все это, какими бедами, какими страданиями придется это ощутить, пройти. поэтому разделяющие силы и сейчас раскрываются. Там, где злодеи пытаются объединиться, они тут же... Мы говорили об этом вчера еще, да? Объединение злодеев во зло им и во зло миру. По закону Игулим окружности. А когда Йошер, когда по прямой линии, то это хорошо. Это в добро. Поэтому мы раскроем с одной стороны, что мы хотим объединиться, потому что мир нас вынуждает, получается, но когда мы объединяемся эгоистически, получается плохо, тогда мы не знаем, что делать. Может быть, лучше расстаться, но расстаться тоже у нас не получается. И получаемся и не туда, и не сюда. И кто нам мешает? Творец, природа, когда раскрывается интегральный мир, ничего не поделаешь, не можем преуспеть без объединения, и объединяясь тоже ничего не получается. Мы и так вот пока не поймем, не помудреем, не поймем, что нам надо измениться. и эти разделяющие силы, которые мы раскрываем, тогда превратятся в силы объединяющие. Поэтому, как сказано, каждый, кто больше своего товарища, его злое начало еще больше. И мы должны понять, что нет никаких проблем раскрыть разъединение между нами, различные конфликты, проблемы. Не стоит это все приукрашивать, затушевывать, как люди привыкли. Не раскрывать зла, раскрывать, но раскрывать с пониманием светом, который будет освещать это и выяснять все эти разъединенные разъединяющие места, чтобы можно было излечить. Эта тенденция должна быть изначально, так же, как врач, который раскрывает рану, для того, чтобы прочистить ее и зашить. Или как тот портной, который разрезает полотно, материал, для того, чтобы сделать из него какую-то одежку. И кажется, что это порча. это не порча, это раскрытие разъединения, разъединяя его, вычищая его, проверяя его, и потом сшивают для того, чтобы было единство. Не может быть единства, кроме как на том месте, где раскроется до этого разъединения. И его глубина, глубина разъединения, она свидетельствует о том единстве, которое можно будет построить на этом. Все выстраивается на авиюте, на рационный кабель, на желание получать. Если оно, это желание объединяется с масахом, с экраном, то масаха это объединение, то мы приходим к силе отдачи в мере авиюта, который есть на уровне масаха. мы перейдем к вашим вопросам пока что. Мы всего лишь на третье урока. Сегодня у нас будет длинный день, я вам обещаю. Изнурительный, серьезный. Вы уже не хотите спрашивать, да? Ты можешь продолжать. Быстренько микрофон. Не нужно никуда бегать, выходить, сидеть на своих местах. Тот должен выйти по своим делам, это понятно, но возвращаться тихо, а кто встает, на месте получает микрофон. В моем восприятии то, что мы проходим сейчас, и то, что мы делали вчера, есть некое противоречие. Как бы мы говорим нет никого кроме него, это как бы пассивно, и вчера, когда я пытался прийти к поручительству, к объединению, это было активно. Как эти две вещи устаканить вместе? Кто такие активные и пассивные во всем этом деле? Прежде всего, мы говорим, есть в общем только творец и творение. Кто из них руководит всем этим делом? Творец. Но когда он пробуждает творение, творение не чувствует, что его пробуждают, потому что творец это прежде всего домем цуме ахай неживой растительный животный уровень, природа, то есть он первичен. Потом, когда я уже нахожусь в природе, которая включает в себя неживой растительный животный уровень, я не чувствую так же это задействование творца, который задействует меня на уровне человека говорящего. Это то, что мы читали на «Спереди и сзади объемлюсь меня» в этой статье, что всадник, он разумеется скачет на лошади, ведет ее своей вожжой, но конь иногда это чувствует, а иногда не чувствует. И это зависит от того, насколько всадник хочет его пробуждать. Это первое. Второе, все эти пробуждения, которые получает лошадь от своего всадника, они обучают лошадь реакции всадника, как реагировать на него, как чувствовать его, как быть вместе с ним в своем чувствии, в разуме, во всех своих движениях, во всем буквально. То есть, разумеется, Творец первичен и Творец последний, но посредине между первым и последним находится человек, который хочет уподобиться благодаря этому всему Творцу и прийти к состоянию, как мы говорили, как мы и говорили, что даже будет выполнять свои движения, предваряя всадника Творца. Можно сказать, что может быть, это якобы, но так мы говорим, это не то, что я пробуждаю рассвет, это движение, настоящее движение, это не просто потребность в них, желание, хесаронот, а буквально движение, то есть, если я во всех своих действиях и вызываю хесарон, и вызываю светозвращающий к источнику, и вызываю наполнение, и сам прихожу к слиянию, когда я вынуждаю Творца, это называется сыновья мои победят меня, и это то, чего желает Творец, этим назовется творение тогда человек. То есть, тут есть совокупность наших действий, с одной стороны, и с другой стороны, мы должны сказать, что тут так или иначе в программе, в замысле, в действии все равно Творец первичен, но нам дается прекрасное ощущение, пока мы еще его не можем объяснить, что несмотря на то, что он определяет все, к нам поступает ощущение, не ложное ощущение, а настоящее, что и мы тоже становимся, как и он и делаем это самостоятельно. Мы это пока своим плоским разумом не можем понять, эту дуальность, и только на уровне трех линий мы сможем это понять, как две линии превращаются в одну. Тогда все эти противоположные понятия находят свое место. Морис, сзади тебя вопрос в микрофон. Доброе утро, Раф, дорогие друзья, все поддерживающие это огромное собрание. Я хочу начать с благодарения Творца, который дал нам это огромное собрание, действительно, что-то великое. С вашего позволения, я перейду к вопросу, Раф. Я так понял, я слышал этот отрывок, что Творец как бы держит нас за руки, и он рисует посредством своей скрытой руки и своим отсутствием рисует нам какой-то образ. Я пытался поместить это в голову, и все, что я чувствую, это единственное, что я хочу увидеть, ту руку, которая направляет меня. Является ли это естественным процессом, или это что-то, что мы не должны забирать это с собой. рука, которая рисует мне всю мою жизнь, всю действительность, которая передо мной, она находится внутри меня, все время вращает мной, вот так смотреть, вот так думать, так относиться, так понимать, так чувствовать. Это и есть рука, как в кукле, такая, знаешь, перчаточная. она крутит ей и то, что я говорю, и то, что я думаю, и то, что я сейчас даже себя демонстрирую перед тобой. Вот таким образом, это рука, ну, это не рука, это целая программа, которая действует мной. И это не я. Ты можешь сказать, что ты видишь некую демонстрацию Творца. По сути, любой человек, которого ты видишь, он демонстрирует перед тобой определенную часть Высшей Щены. Теперь, когда я чувствую себя таким образом, что Творец работает мной, что Он дает мне мои мысли, чувства отношения к жизни, что мне с этим делать? Здесь возникает вопрос. Я исходя из всего этого, хочу достичь состояния, в котором я буду оправдывать его. вот и все. Что то, что я вижу, чувствую, думаю, я нахожусь с этим всем в абсолютном слиянии. Так же, как эта рука, эта программа, которая все время вращает меня во все стороны, представляет мне мой мир, отношения к этому миру, каждому человеку, к самому себе, я хочу быть с этой рукой в абсолютном согласии. Просто будто это я делаю. Это называется слияние. Потому что если бы я также руководил собой, я бы делал то же самое и был бы счастлив этому. И признак такому ощущению это радость и не хотел бы изменить ничего, только находиться в этом состоянии. Это называется отмена, сама отмена и убар за роды, что мы изучали вчера, тогда я нахожусь в мире бесконечности и мне действительно нет недостатка ни в чем, совершенства. Все. Продолжаю вопрос. Есть много различий, конечно, но как я должен относиться к тому, что написано в писаниях по поводу Моше, который хотел увидеть лик Творца? Как мне надо относиться к этому? Вы говорите, мне удовлетвориться этим и будь в ощущении, что все, что ты делаешь, ты отменяешь себя, ты становишься убаром, ты рад своей доле, что ты так действуешь, слияние. Морец, я тебе очень просто все-таки отвечу, я не знаю. Я не был на этом уровне. Просить ли ка его между нами говоря, ну, проси. уровень Моше это гардобина. Я не хочу заниматься пшатом. Это все не так. Мы должны работать с тем, кто мы. Потом будем об этом говорить когда-то. не стоит. Большое спасибо, Раф. Не стоит. Не стоит. Мы учили, и вчера тоже мы учили, что уровень катнут малого состояния самое важное, уровень отмены самый важный. покажи мне величие свое. Это нужно уже дойти до состояния таких, когда гадлут большое состояние будет еще больше добавлять к слиянию, чем катнут. Нет такого. Нет такого. То все таки творение может видеть творца только через Ахараем заднюю часть. То, что происходит после Гмартикуна, это я не знаю. И вообще такие уровни, я не люблю говорить о том, что я не в общем где я относительно Арабаша или другие, вообще я не понимаю где находится. Это дали вам меня, но что поделаешь. Да, Ицек. Хотел спросить о том, что вы говорили в начале, человек должен вставать с утра и аннулировать себя. То, что вы говорили Арабаша, как он это делал. Вы говорили, что он видел вас. Когда-то вы говорили, что когда он увидел свет в вашем окне, вы читали Шамати, он изменил полностью свое отношение к вам. Мы тоже в принципе привыкли к этому? Мы тоже читаем или слушаем что-то в наушнике? То есть не то, что вы говорили утром? Я рассказал вам о его поведении. Как пример? Может быть, да, может быть, нет? Не просто так. Сразу ты не можешь брать. Так бери от него пример во всем, если уж на то пошло. Я рассказывал об этом, потому что человек иногда, это то, что я хотел подчеркнуть, что человек должен иногда чувствовать, как он без всякого предварения, без любого внешнего воздействия, что он чувствует, что он думает. Я говорил, да, иногда нужно так, иногда нужно по-другому. Если ты встаешь утром, у тебя есть пять минут, и ты уже бежишь на урок, и так далее, и так далее, и иногда немножко умываешь лицо, и бежишь на урок, промыть немножко и голову тоже. Конечно, если уж то делай так. Согласно религиозным законам, ты должен встать, совершить омовение рук, прочти благословения, разные вещи, пока все, что написано в молитвеннике, весь распорядок. Растакраф, можно ли сказать, что верно сегодня для всего мирового кли, всех товарищей, которые нас слушают, как правильно готовиться к уроку с утра? Правильно на сегодня для мирового кли определить утренний отрывок. И все мы будем читать его и скажем, думать о нем две минуты, по крайней мере. Я не хочу человека воровать всю его жизнь. Ну, в общем, послушать или прочесть утренний отрывок, чтобы у нас был такой архив этих отрывков, когда соберется, и подумать об этом несколько минут. Я бы предпочитал, чтобы слушали даже. Кто хочет читать, подсчитает, но слушать ты можешь и в машине, и в любом месте. В тот момент, когда ты встал, ты слушаешь это. И так все твои товарищи по всему миру. Да? Да. У меня вопрос, который я чувствую, слышу тоже от многих товарищей. У нас было много конгрессов, на которых вы нам сказали определенный момент, у нас был определенный момент, когда вы не обратили внимание, но мы пропустили его, мы могли сделать этот прорыв. Как мы можем обеспечить то, что сегодня мы не пропустим такой момент. Я думаю, что надо собрать всех людей, которые здесь находятся. Что там с вами? Что нужно собрать всех товарищей, которые здесь, и поговорить с ними об этом? Мне, ты думаешь, я тебе могу сказать что-то новое? Еще немножко на секунду как-то пробудить вас, еще чуть-чуть, но работа это ваша работа. Это я не смогу сделать тут ничего вместо вас. я думаю, что это очень близко. Вы чувствуете, что это просто находится почти уже пальцем потрогать, но нужно сконцентрироваться. Нужно сконцентрироваться для молитвы. Если спрашиваешь меня, для молитвы. Вот так. мы требуем, просим, умоляем, неважно как, мы хотим, чтобы это произошло. мы хотим хиссарона для катнута, чтобы стать зародышем убаром. Но все, 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 целиком во всем мире один убар. Немного убаров. Не надо так думать. Это всего лишь один убар, потому что из всех усилий получится только одна капля. Включаю еще все. от я и к мы к Творцу. Труды Бааль Сулама слиться с общностью народа Израиля. И нет у тебя недостатка ни в чем. Осталось лишь выйти в поле, которое благословил Творец и собрать все те отпавшие части которые отпали от твоей души соединить их в одно тело. И в это совершенное тело Творец поместит свою шхину навечно без всякого перерыва. И родник великой мудрости и высшие реки света будут как непрекращающийся источник. Это по сути дела человек должен думать что все что есть у него все что он должен делать это соединить всех товарищей вместе. Цель каждого это как он говорит тут собрать все эти отпавшие части которые отпали от твоей души. Потому что в общем все мы целиком части одной души. и каждый обязан чувствовать это обязан предлагать усилия чтобы соединить вместе все эти части эти члены каждый обязан понять что это собирание зависит от него и в тот момент когда нам удается мы получаем клить для раскрытия Творца. исходя из этого вопрос запишите его подумайте о нем напомните его вспомните его во время семинара какая связь между собиранием отпавших членов частей и тем чтобы прийти к убару как одно связанное то есть прийти к отмене является ли это тем же самым как бы одно противоположно другому дальше и то что сказано что есть 600 тысяч частей и множество духовных искр и душа разделяется то есть то есть в начале эгоистическое тело выталкивает и отдаляет от себя свет души но но если посредством изучения каббалы тело исправляется то в мире его исправления начинает светить в нем общая душа и это признак полного исправления тела когда человек ощущает что его душа пребывает во всем народе Исраэль устремленных к творцу в каждом из них а потому уже не чувствуя себя отделенной остальных частью ведь они зависят друг от друга и тогда становится совершенным без всякого изъяна и светит в нем душа доподлинно и во всю силу свою как и было в Адама решен так как полностью уже исправилось все его эгоистическое желание и больше не служит мероограничения и преградой позволяя ему совершенно слиться с общностью народа Исраэль следующий отрывок еще раз тот же отрывок пятый на 600 тысяч частей делится душа так написано во многих местах что есть 600 тысяч душ состояние у горы Синай да и кажется что это делится эгоизмом каждого человека то есть вначале эгоистическое тело выталкивает и отдаляет от себя свет души всеми силами но если посредством изучения кабалы тело исправляется эгостическое желание то в мере его исправления начинает светить в нем общая душа и признак полного исправления эгоистического желания гуф когда человек ощущает что его душа пребывает во всем народе Исраэль во всем народе Исраэль в каждом из них устремленных к творцу а потому уже не чувствует себя отделенной от остальных частью ведь все они зависят друг от друга и тогда становится совершенным без всякого изъяна и светит в нем душа доподлинно во всю свою силу как в адам решен так как полностью исправилось все его тело то есть эгоистическое желание и больше не служит мерой ограничения и преградой позволяя совершенно слиться с общностью народа Израиля Исраэль все зависит от того как мы видим мироздание очень важно прекратить смотреть на это глазами потому что это воображаемая реальность постараться представлять себе все время другую реальность где все объединены все находятся как одна душа одно желание получать и как соответственно этому я тогда веду себя конечно есть большая разница между тем как я сужу нету судей больше чем в виде этого глаза своим разумом материальном согласно моему уровню или согласно тому как я представляю себе что нет никого кроме него доброе творящее добро одна душа и все но разница между тем и этим должна быть ясна мне я должен жить в двух этих образах истинный образ и воображаемый образ и все время я хочу по сути дела чтобы два этих образа соединились в одно я не меняю ни один или второй это то что делают так в религиях верованиях разных нет мы хотим чтобы они соединились вместе а их объединение это через то что я исправляю себя и тогда я приближаю приближаю все время себя правильному образу что нет никого кроме него добрый творящий добро дальше нет сейчас не спрашиваю следующий отрывок войти под власть единого шестой отрывок сказали мудрицы как лица как лица их не похоже одно на другое так и мнение их не похоже и как могут быть как один человек и одно сердце с одним сердцем ответ если мы говорим что каждый заботится о своей нужде получается что невозможно быть как один человек а не похожи они однако если каждый отменил свое собственное мнение свое собственное владение и все заботятся только о пользе творца то тогда уже нет частных мнений и каждое отдельное мнение упразднилось только все вошли в владение единого то есть когда мы можем соединить все эти отпавшие части отсеченные разделенные когда когда в нем мы соединяемся только между нами это никогда не произойдет нам нужна сила которая соединяет нас зачем мы делаем это как мы можем сделать и восполнить если мы нашим объединением строим образ творца потому что у него нет образа у него нет имени нет ничего когда мы из наших букв из наших килим строим авая и луки и разные имена и разные в конце концов мы строим творца нет творца без творения приди и увидь когда мы раскрываем его и поэтому не может быть что мы говорили о связи между нами если мы не говорим о творце и эта связь называется борая творец та форма когда мы связываемся слышишь Моррис это форма к которой мы хотим прийти когда мы все целиком объединены вместе в одно тело это называется творец и мы когда постигаем это тот хессарон который мы постигли называется адам подобно этой форме то есть форма это творец постигающий форму человек и тогда творец и человек находятся вместе не может быть одно без другого когда мы приходим к тому же состоянию к этому раскрытию поэтому если я хочу соединиться с кем-то не может быть что между нами есть объединение если между нами не будет творца в каком-то виде в чем-то как-то в какой-то мере и поэтому все эти объединения в мире у них нет права на существование в них нет ничего реального это называется войти под власть единого что можно сделать только при условии что есть двое отдаленных у них нет выбора они должны объединиться из этого они раскрывают что может быть только одна форма это называется форма которая выше более высокая ступень там на нашей ступени мы всегда разделены разобщены а объединиться можно только на более высоком уровне более высокий уровень относительно нижнего называется творец относительно творения не собирайтесь седьмой отрывок сказали мудрецы не собирайтесь не создавайте объединений потому что главное это душа а тело это только облачение души а не человек абсолютный абсолютно и заповедь тянутся за душой и поэтому не стоит так уж сожалеть о несущественном и об одеянии в то время когда главное еще поднимется и душа Исраэль это один человек разделение их отделение это только со стороны тел и со стороны тел исходят все разногласия и отделение а для разумного который тянется только за душой легко ему любить ближнего как свою душу и аннулировать все разногласия и разделения и отделения и сказано стали все они в едином союзе чтобы было легче выполнять желание высшего всем сердцем потому что когда нет единого союза трудно работать всем сердцем и часть сердца остается для своей пользы а не ради пользы Творца и отсюда не будет освобожден Исраэль сказано пока не станет единым союзом как сказано а когда соединятся то будут приняты щеной но иначе ведь тоже нельзя что будет являться избавлением если не из объединения когда именно в объединении мы раскрываем Творца так ведь что такое избавление избавление когда находишься вне своего эгоизма объединенным с остальными раскрываешь свет любви то есть это одно и то же либо объединение либо избавление либо если мы говорим о разделении то это удаление изгнания исход изгнания это келим и света тех же состояний вопрос ров прежде всего я хочу поблагодарить за честь жить этот период сейчас по разным домам есть множество товарищей и особое по крайней мере среди частей этих частей этих товарищей что некоторые из них так недолго с нами месяц три то что мы сидим с ними на семинарах это просто поразительно как будто они многие годы с нами это вещи которых просто никогда не было да это верно я смотрю на людей которые тут полгода год учатся и они у меня этого забирало отняло пять лет сегодня это уже несколько месяцев действительно времена бегут ускоряют темп внутренней внутренней вот последнюю среду я сидел с одним из этих товарищей в прошлую среду мы сидели вдвоем и еще кто-то кто не связан с нашим путем приехал к нам потому что он обслуживал там каких-то других товарищей и мы сидели за чашкой кофе и вдруг мы начали говорить вдруг я просто почувствовал что меня разрывает я не могу это объяснить я вдруг почувствовал такой стыд потому что этот парень который не связан с нашим путем вдруг как бы рассказал мне о том что он говорил с товарищами которые находятся в нашем пути и они говорили с ним объяснили ему все а он соблюдает традиции я почувствовал как бы такой стыд что как будто бы я сказал это как будто мы сказали ему это дали пример ну вы знаете объяснили ему что как бы все обычаи которые соблюдаются это не связано с путем тут не было ничего никакой отмены ничего он находится в своем месте оставьте его в покое то есть кто им дал право они не знают несмотря на это они говорили я почувствовал что это как бы мы сказали так он на самом деле обратился вы говорите я говорю кто сказал вы говорите что-то от нас у нас есть проблема садись это совсем не имеет отношения к тому чем мы сейчас занимаемся ты полностью у нас сбиваешь с темы но я прошу задавать вопросы именно по теме которые мы сейчас читали тем не менее мы странная организация весь мир вообще такой есть евреи не евреи есть люди образованные не совсем есть и мужчины и женщины есть конечно же между нами люди религиозные с традициями религии традиционные и и без этого всех видов я вижу в нашей организации срез всех пластов всех разновидностей пускай там будут феминистки такие сякие женщины мужчины такие раз такие неважно мне мы идем на общее исправление мира поэтому я соглашаюсь на то чтобы здесь были не то что соглашаюсь я вижу это как правильно что тут должны быть все то что приходят сюда люди которые не понимают что мы буквально такие потому что мы должны дать пример всему миру когда все грехи покроют любовь слышишь да тогда в таком случае мне не важно ты религиозный или нет мужчина женщина такой религиозный ультра религиозный или какой все это мне не важно мы только разделяем мужчин и женщин только из-за того что в таком случае любовь может уже толковаться несколько иначе на нашем материальном уровне но кроме этого все разновидности всех людей пускай будут у нас и я думаю что это как раз хорошо потому что наша организация не религиозная не светская она просто для всех и цель ее только в одном раскрыть творца творением в этом мире в этом заключается суть нового кабала если мы говорим обращаясь к людям которым можно это сказать либо если мы говорим о 99% мы говорим несколько иначе показать человечество средства для исправления глобального кризиса и прийти к доброй жизни поэтому мы тут не делаем никакой не критикуем никого и ничего либо ты находишься в политике абсолютно аполитичный неполитичный либо ты находишься в какой-то своей тенденции неважно каком у тебя какие у тебя отклонения то есть самый нормальный человек не важно все это не важно абсолютно я даю лекции повсюду меня приглашают люди меня хотят слышать и там и там в католическом университете и перед меньшинствами гомосексуальными пока человек находится в здравом рассудке я готов ему рассказывать давать лекцию это то что ты можешь сказать каждому а те люди которые пока еще не поняли кто мы якобы высказывают общее мнение нашей организации это нехорошо ты должен им это объяснить но только таким образом мы по сути должны демонстрировать себя всем рассказать об этом всем в ближайшей газете это так объяснить мы таковы у нас нет различий не перед кем может быть фашистом коммунистом таким или сяким мы обращаемся ко всем у нас нет близких и далеких в наших глазах все равны потому что мы можем объяснить что все задействованы свыше ну сет пожалуйста в текст что он означает «плесить наших душ» что такое очищение души он сказал в тексте хорошо понятно очищение души что такое душа мы сейчас находимся в таком состоянии когда у каждого есть свой эгоизм авиют свое желание получать исходя из этого я хочу существовать жить в мире наслаждаться это мне говорят животное мое желание мое животное хочет почувствовать что ей есть у нее есть свое место есть свой мешок семен семенами и чистая водица как для осла ну уже слава богу мне есть чем наполниться кроме того я люблю послушать птичек знаете такого ослика с ушками как из мультиков вдыхает цветочки то что источают и короче осел который наслаждается жизнью прекрасно когда я начинаю выходить вовне своего осла и понимаю что я должен объединиться с ближним этого не хочу у меня нет выхода и я представляю себе мы говорили о рисунках о представлениях вырисовываниях это все должно быть в моем архиве мы должны вызывать правильные образы правильные рисунки как дети которые видят примеры мы не видим этих примеров мы должны возбуждать себя вот этими представлениями группа нам должна их постоянно напоминать так вот когда мы начинаем работать над единством над объединением здесь возникает объют отторжение ненависть всякие проверки которые я делаю над собой над другими зачем почему короче каждый раз я падаю иду назад и вновь за счет воздействия общества продвигаюсь вперед и вновь падаю назад каждый раз есть такие вот толчки вновь падаю внутрь себя и так далее все эти движения они как раз хороши чем они хороши в результате так или иначе я получаю определенную установку для себя вперед или нет это виюд который я постигаю который не позволяет мне объединиться это по сути тот виюд уровень эгоизма который если я очищаю если я на фоне на почве этого эгоизма объединяюсь это становится инструментом моей души кли то есть еще раз желание к отторжению к разноразненности ненависти которые являются вавилоном называются египетскими желаниями горой синай амалек билам балак все эти имена аман все те кто идут против объединения во всей торе в духовном нет ни одного желания которое было бы ради чего либо иного кроме как ради объединения все злодеи они против объединения все праведники они за объединение вот и все все злодеи за разъединение все праведники за объединение понятно была оговорка поэтому не входя в египет без того чтобы быть на горе синае без того чтобы попасть под амалека или амана не не будет подъем короче говоря не может быть праведника который не упал в чем его грехи грехи в том что он погрузился которого погрузили в эгоизм и так с него стекает прямо его эгоизм с которым он не способен работать обмакнули его в эгоизм а то что осталось то что впитал он с этим будет работать с него стекает левееве накончание порцов а то что осталось как шоколадное такое знаете масса в которой обмакнули мы его с этим он находится в связи это называется клей души сет хорошо понятно есть еще кое-что вчера в течение дня и вечером мы выясняли вопрос сегодня вы начали говорить это меня немножко спутало довольно сильно о том как дойти до ибора как найти его общий ответ который я слышал от многих товарищей это любовь к товарищу любовь к ближнему прийти к требованию к молитве а сегодня на уроке вы сказали что чтобы найти любовь между товарищами мы должны вначале раскрыть творца как же нам найти товарища для того чтобы прийти к любви между товарищами тут есть некая противоречия ну разумеется это противоречие и мы не можем раскрыть любви без световозвращающего к источнику и не можем требовать световозвращающего к источнику если мы не будем стремиться к любви это верно что оба они этих стремлений находятся вместе вы слышите его вопрос да это значит что мы обязаны стремиться к исраэль свет и творец едины все в одной точке когда я обязан стремиться к объединению и в то же время устремляться к творцу и это все должно сходиться в одну точку и тогда вопрос к кому к чему я стремлюсь больше или меньше поровну исраэлью райта кучебриху поровну если нет то я уклоняюсь от пути как нам Барсалам рисует помните да с линиями я ухожу с главного пути почему потому что к ли объединение между нами и свет который раскрывается в нем они раскрываются в равномерии они находятся в слиянии просто одно находится со стороны света другой со стороны тьмы поэтому здесь нет первого и последнего якобы если так выражаться мы устремляемся в объединение между людьми между товарищами раскрытие любви между товарищами и между нами и устремление между нами к любви к творцу в равномерии если есть различия в этих стремлениях это неверно это отклонение от верного пути хорошо что спросил то есть нет разницы вся действительность она сокращается к одной точке да ты хотел задать вопрос мум 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 кто там а гавриэль почему мне сказали что мум 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 наш товарищ мум он воевать остался воевать хорошо это его товарищ по поводу а это у него дома все сидят я хотел спросить по поводу примера который вы дали то что вот это макание которое выходит оттуда покрытым это эти тяжелые случаи которые мы получаем разные помехи и после того как я выхожу я покрыт этим первое это оправдать это случившееся то что произошло а кроме этого я хочу понять почему это произошло чтобы я знал о чем просить это очищение как ты я тебе могу сказать почему это произошло потому что творец хочет тебя продвинуть поднять но точная причина для частного конкретного этого случая почему именно это произошло чтобы я знал точную связь причину чтобы я знал о чем просить чтобы я знал путь или это только высшее знание нет ты потом увидишь всю систему и тогда тебе будет понятно почему именно таким образом он сейчас погрузил тебя во все эти проблемы невзгоды твои эти все конфликты для того чтобы сейчас если ты понимаешь сейчас что все это действие произведено только для того чтобы продвинуть тебя к нему то ты с этого мгновения и далее верно используешь все это его действие которое исходит от него теперь вопрос что ты хочешь знать что тебе какое тебе дело до того почему именно в какой форме это для было сделано почему именно так ты предпочитаешь не знать а лишь бы быть в слиянии в чем эффект и польза того что ты узнаешь почему и как ты тем самым отнимешь от себя возможность слиться я отменяю себя полностью делай со мной все что хочешь как зародыш потому что все что ты делаешь это всегда хорошо то что я чувствую плохо это в силе моего развития потому что они всегда так делают действуют силы развивающие меня когда меня продвигают за счет страданий если я себя еще пока не усовершенствовал и не воспринимаю это в унисон синхронности а как мне не вернуться к той же ошибке вернись ничего страшного ну так что же тысяча раз падает праведник и встает что прям до смерти так и будет в самых критических ситуациях до смерти желание получать да успокойся согласись с этим только знай как удерживать себя и все ну почитаем еще а потом все останется время задавать вопросы да у нас еще семинар никто не выйдет просто так отсюда вы думаете что вы приехали весело провести время пожалуйста следующая тема просьба к творцу о силе преодоления молитва просьба света возвращающего к источнику просьба к творцу о силе преодоления девятый отрывок в чертоге в чертоге творца удостовериться войти только тот кто желает работать ради отдачи а когда человек работает ради отдачи ему не важно что он ощущает во время своей работы и даже если он ощущает тьму и падение это его не смущает и он желает лишь чтобы творец дал ему силы преодолеть все препятствия то есть он не просит у творца дать ему раскрытие в белом свете а просит дать ему силы для преодоления всех сокрытий то есть я не прошу изменения реальности я прошу чтобы мое отношение к реальности изменилось ясно да я хочу оправдать реальность неважно в каком виде это представляется мне перед моими глазами хочу только оправдать быть слитым с творцом в его действии все что произошло происходило от него я хочу быть с ним сердцем и душой насколько мне кажется сейчас это несправедливо и неправильно и просто не знаю как сказать это просто я хочу согласиться с этим всем 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 сердцем на сто процентов выше моего критического отношения выше ненависти к этой ситуации страха перед ним и всех противоречий которые раскроют несправедливости и так далее я прошу одного дай мне возможность оправдать тебя и все 10 отрывок что же может сделать человек если еще видит что не может преодолеть свое желание получать тогда он должен молиться творцу чтобы помог ему чтобы у него появилась возможность идти в духовной работе с закрытыми глазами и не нуждаться ни в чем а чтобы мог все делать ради творца делать все ради творца ради небес несмотря на то что тело его эгоизм сопротивляется этому и он должен принизить себя и отмениться перед творцом без каких-либо условий и однако не просит чтобы дал ему больше разума и знаний увеличить творца ведь тогда у него будет возможность выйти из-под власти зла а согласен оставаться с минимумом разума и ощущения не больше чем есть у него сейчас а поскольку у него нет сил для преодоления а не мозг поэтому он просит творца чтобы дал ему силу преодоления именно сила преодоления а не мозг и не разумы и ощущения дай мне силы чтобы на самом деле я смог выйти из любви к себе и любить творца всем сердцем то есть просить катнуто малости в знании малости катнуто во всем только чтобы быть в согласии чтобы видеть все как бы гадости а внутри не соглашаться с этим на сто процентов просто быть в противоположности в разуме в знании во всем это согласно желанию получать моему эгоизму так я должен быть что там происходит и над этим я хочу вместе с этим вместе с этим вместе с этим вместе с ощущением что я противоположен этому быть в согласии с этим ни одно не уничтожает другое это называется что я поднимаю себя на более высокий уровень если я уничтожил свое вид свое сопротивление свою ненависть свое несогласие то я стер все я даже опустился вниз не выше знания я нахожусь ниже знания я нахожусь тогда как если я знаю что согласно моей природе согласно критическому отношению всему что есть я против не хочу не согласен по моему это не справедливо и так далее я прошу сил над этим это называется сила отдачи мы не понимаем не понимаем что мы тогда получаем эта сила отдачи она не нейтрализует мне силу моего эгоизма которая находится во мне остается во мне как ступень как величина ступени это называется вера которую я сейчас обрел выше знания мое знание противоположно творцу я приобрел сейчас веру выше моего знания я за это держусь за что я держусь за слияние с группой за слияние с товарищами за слияние с творцом а внутри вулкан который бурлит и остается работает против творца иначе как мы дойдем до на ранхая светов вся сила мощь веры наступает благодаря этому внутреннему вулкану который горит внутри это по сути дело очень важная точка в духовном который не отменяет ничего так мы работаем и поэтому все прегрешения покроются любовью но покроются и поэтому чем больше мы растем мы внутри становимся более жестокими а снаружи наоборот более любящими поэтому написано каждый мудрец он как железо должен быть мягким любящим нет наоборот очень жестоким очень жестоким совершенная молитва совершенная молитва 11 когда решил в своем сердце полное самоотмене тогда просит творца чтобы помог ему перевести это из потенциальной силы в реальную силу ведь в отношении силы мысли и желания он видит что тело не согласно на то чтобы он отменил все свои желания перед творцом и чтобы они были не ради личной выгоды и тогда он должен молиться творцу чтобы помог ему чтобы захотел отмениться перед всеми своими желаниями не оставляя для себя никакого своего желания ради себя и это называется полной молитвой поскольку желание творца дать полное желание без каких-либо компромиссов ради собственной выгоды то есть я смогу работать с силами отдачи выше сил получения которые горят в человеке и без без какого-либо компромисса да создал я злое начало создал тору в приправу все состояния тьмы которые мы ощущаем в духовном исходят от силы зла в нас получения ради получения и об этом сказали мудрецы я создал злое начало и создал тору в приправу то есть с помощью торы мы постигаем силу преклонить получающего от себя преклонить получающего в себе чтобы начать заниматься ради отдачи то есть все то что мы хотим получить от торы и заповедей это силу покорить собственное зло куку шоу шоу песня шоу 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok